В аккорде прошла церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана от вновь назначенных чрезвычайных полномочных послов Французской Республики Украины, постоянного координатора ООН в нашей стране, послов Северной Македонии и Исламской Республики Пакистан. Касым Жмуртукаев поздравил дипломатов с официальным началом миссии в Казахстане и пожелал успехов в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Солидарность и эффективное международное сотрудничество являются ключом к усилению устойчивости наших народов перед лицом любых угроз. Наша страна рассматривает партнерство с вашими странами и системы ООН в качестве неотъемлемой части внешней политики Казахстана. Несмотря на негативное влияние COVID-19, наша двусторонняя торговля растет. Однако мы значительно отстаем от своих возможностей во многом из-за слабого транспортного сообщения между странами. В этой связи ожидается, что Месправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству откроет новые горизонты партнерства. Позитивные взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Шанхайской организации сотрудничества служат нашим общим интересам. Особое значение, по словам Токаева, Казахстан придает укреплению стратегических отношений с Францией. Мы уже сотрудничаем в разных сферах, при этом готовы предложить французским инвесторам выгодные преференции. Также в планах укреплять политические, торгово-инвестиционные и культурные связи с Украиной, развивать партнерские отношения с Северной Македонией и Пакистаном. Что касается ООН, наша страна по-прежнему привержена инклюзивной многосторонности, основанной на Уставе и Организации, отметил Касым Жмар-Токаев. Для лучшей координации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в Центральной Азии и Афганистане намерены создать региональный центр ООН в Алматы. Также президент поздравил послов с наступающим Новым Годом и передал теплые приветствия главам их государств. Мы высоко оцениваем видение руководства Казахстана по программам модернизации этой прекрасной страны. Между Казахстаном и Пакистаном сложились сердечные и братские отношения. Отношения, которые основываются на общих ценностях, географии и культуре. Уважаемый господин президент, я хотел бы передать вам искренние надежды нашего президента о том, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и дальше в ближайшие годы. Республика Северная Македония высоко ценит усилия, предпринимаемые Казахстаном для стабильности и процветания страны и региона. Я рад сегодня представить верительные грамоты президенту Республики Казахстан господину Токаеву. А также я хотел бы поздравить от имени Украины дружественный народ Казахстана с наступающим Днем Независимости и пожелать вам всех успехов, здоровья и процветания. Франция поддерживает многосторонную внешнюю политику Казахстана, так же как его стремление углублять отношения с Европейским Союзом. Для нас Казахстан важный партнер для решения вопросов, касающихся безопасности и стабильности в Средней Азии. Казахстан наш главный экономический партнер в этом регионе. Казахстан Казахстан